23 мая в Крокус-Сити-Холл состоится главное музыкальное событие, 5-я музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Среди номинантов уже началась виртуальная битва, ведь каждый артист мечтает получить эксклюзивный самовар. Самая ожесточенная борьба развернулась среди артистов в номинации «Реальный приход». В этом году за звание лучшего стартапера посоревнуются «Егор Крид», «Биг Бета», «Наргиз», «Златослава», «Алекс Малиновский» и группа «М-Бэнд». Каждый начинающий артист мечтает оказаться в этом списке. На самом деле мы счастливы просто, что номинированы в этом году, потому что группе всего-то ничего, полгода, но мы уже в номинации. Очень круто, спасибо, мы благодарны. Жесткий батл между фанатами уже развернулся на просторах интернета. Поклонники группы «М-Бэнд» и «Егора Крида» в замешательстве. Они не знают, за кого же им отдать свои голоса. Протеже Тимати, певец Егор Крид, который представлен сразу в четырех номинациях, уверен, что 23 мая он унесет сразу четыре самовара. Но самой долгожданной станет награда в номинации «Реальный приход», если он, конечно, сможет победить группу «М-Бэнд». Их четверо, я один против четверых. Ну, я не знаю, я просто такой человек, что если я проиграю, то я не буду расстраиваться. Мне кажется, главное участие, я там пару лет назад мечтал стоять вот здесь и давать интервью, а сейчас я номинирован на премию в четырех номинациях. Вот, и так что если выиграет «М-Бэнд», я только за них порадуюсь. Подопечные Константина Меладзе прекрасно понимают, что самый явный конкурент в номинации – это Крид. Но кумир и школьниц сдаваться не планируют. Удачи ему, удачи. Нам больше нечего вам пожелать. Ну, вас четверо, а он один. Ну, поэтому мы победим. Кто же все-таки станет победителем в номинации «Реальный приход»? Егор Крид, Биг Бета, Наргиз, Златослава, Алекс Малиновский или группа «М-Бэнд»? Зависит только от вас. Заходите на сайт ru.tv и голосуйте. Продолжение следует.